У большинства жителей города Якутска появилась возможность оплатить счета по квартире без очередей, самое главное без комиссии. И теперь всю информацию о начислениях по квартире можно посмотреть в личном кабинете на портале дом.е-якутия.ру и произвести оплату за жилищно-коммунальные услуги с помощью банковской карты. Более подробно об этом нам сегодня расскажет Артем Савенко, начальник отдела информатизации агентства субсидий. Артем, доброе утро. Итак, расскажите, пожалуйста, зачем нужен портал? В чем его удобство? Портал электронная ЖКХ, дом онлайн, это неотъемлемая часть государства информационной системы жилищно-коммунального хозяйства республики. Основная его задача это как раз повышение открытости, доступности жилищно-коммунальных услуг для населения. И как он будет работать? Как можно будет оплатить? Для оплаты достаточно просто зайти на портал, вот вы недавно продиктовали его адрес, дом.е-якутия.ру Входите в личный кабинет. Зарегистрироваться нужно будет, да, тогда? Ну, если вы один-два раза или вообще пользуетесь услугами в электронном виде, то у вас уже есть эта учетная запись, эта единая учетная запись госуслуги.ру для всех государственных систем. А, все понятно. То есть, нужно зайти в личный кабинет, потом добавляете в свое домохозяйство, то есть квартиру вашу. И, ну, для этого достаточно только знать свой адрес и номер лицевого счета. После того, как добавили, у вас появляется функционал, позволяющий произвести оплату, ввести показания приборов учета, посмотреть архив. А вот квадратуру там не нужно, да, вбивать? Нет, нет, нет. Те характеристики дома вбивать не обязательно. А показания счетчиков в заводе, допустим, засвета как это? Ну, как вы, наверное, знаете, что в соответствии с законодательством оплата услуг проводится в два этапа. Первый этап – это вы приносите управляющую компанию, либо сообщаете показания приборов учета. Данный функционал на портале имеется. То есть до 25 числа можно зайти на портал, выходя из дома, внести показания приборов учета, и до 10 числа следующего месяца по этим показаниям вам уже будет произведен расчет, и вы сможете оплатить за свои услуги. Вы говорите до 10 числа следующего месяца. То есть нужно оплачивать до 10 числа каждый месяц, да? Да, да. Получается так? Вы платите уже за оказанные услуги, то есть за предыдущий месяц. Поэтому вы должны до 25-го текущего месяца внести показания и до 10-го оплатить. Оплатить. Хотел спросить, вот вы говорите, что, грубо говоря, можно уже не выходить из дома и сидя удобно в кресле оплачивать с помощью банковской карты. Все ли можно оплатить с помощью банковской карты? Допустим, взносный ремонт тоже можно оплатить оттуда? Нет, тут именно как раз услуги, жилищно-коммунальные. Это вот те, что предоставляет вам управляющая компания. Ну, кварплата и... А правильно ли начисляет вот за кварплату? Как это можно проверить? Ну, для проверки начисления можно просто зайти в личный кабинет и посмотреть информацию. Портал, как я и говорил, создан для того, чтобы максимально раскрыть, сделать информацию более доступной и понятной. И прозрачной, да? Да, максимально детально описана каждая услуга, в том числе пене. Вы можете посмотреть, либо самостоятельно попробовать посчитать, поговорить с управляющей компанией, или же просто распечатать себе этот платежный документ, распечатать информацию и обратиться в соответствующий орган. В нашем случае это управление Гостро и Жилобнадзор. А коммунальная наша компания, управляющая компания, сразу же увидит перевод, то, что я оплатил? Все переводы через портал идут путем банковских операций. Соответственно, как по банковской системе, это около трех, иногда пяти дней. Рабочий, да. Идет перевод. В основном это, конечно, проходит намного быстрее, один-два дня, после чего управляющая компания видит у себя это на счету и вносит в систему. А если, допустим, у меня несколько квартир и домов, да, могу ли я оплачивать сразу за несколько жилых помещений и ввести учет? Да, действительно. Таким вопросом интересуются, наверное, те, кто сдает квартиры. Возможность введения учета, ну, в том числе, не только сдает, конечно, там и родителям помогает. То есть, введение учет сразу в несколько квартир возможно. Как я говорил ранее, достаточно дать просто адрес и номер лицового счета. Это вот два, получается, параметра, которые необходимо ввести, и можно отслеживать за каждой квартирой. В списке будет несколько квартир сразу, да? Да, да. Ага. Вот вначале мы сам вам говорили, что, да, у большинства жителей города Якутска появится возможность оплачивать коммунальные услуги через интернет, да? А вот жители районов смогут вот тоже так же пользоваться такими услугами? Да, так и есть. Ну, большинство районов уже присутствует в портале. Единственное, что не все управляющие компании там есть. У нас на текущий момент более 273 управляющих компаний, ТСЖ и РСО, работают в системе, по которым возможно произвести оплату. Ну, по большинству, конечно же, это город Якутск. А вот чеки, кстати, такой вопрос. Чек, как можно будет получить то, что мы оплатили? Квитанцию. Распечатать самостоятельно? На имейл придет или сразу же он выходит после оплаты, да? Приходит на имейл, также можно на портале произвести распечатку. Операция о том, что вы оплатили. Информация. Что ж, огромное спасибо, Артем, за познавательную новость во вторник с утра. Я думаю, что всем нашим телезрителям эта информация пригодится. И теперь через этот сайт можно будет оплачивать коммунальные счета, не выходя из дома. Напомним, Андрис, давай, как там звучало? Дом. 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 Дом.